Когда я только-только родилась, я все время орала, плакала, и сосед сверху говорил, ой, певица растет. Так и вышло. Я часто болела в детстве, и у меня выявили бронхиальную астму. Врачи посоветовали петь. Ну и родители решили меня отправить в хоровую студию Ангара. Мое первое выступление было вот в органном зале. Каждый год в Рождество у нас там проходили концерты. До сих пор. Прям помню это ощущение, когда первый раз я вышла на сцену. Трепет какой-то, но страха не было. Мне хотелось все время на публику. Я все время на публику. Играла, играла. Я не любила учиться, но любила очень приходить в школу, потому что там были мои друзья. В десятом классе мама говорит, а не хочешь ты поступить в колледж музыкальный? Я помню тогда очень не расплакалась, потому что я не хотела. Я хотела закончить один класс со своими друзьями. Нас с моей подругой с Витой все время выбирали выступать дуэтом на различных конкурсах. И однажды, как мама рассказывает, сидела в органном зале и слушает. Кто-то поет очень чистенько-чистенько. Мама спрашивает у подруги, а кто это поет? Ее подруга говорит, это дочь твоя поет. Я уехала в Улан-Удэ, поступила в колледж искусств Чайковского в класс преподавателю Вячеславу Банедаевичу Елбаеву. До сих пор хорошие теплые отношения. Не то чтобы мы созваниваемся прямо каждую неделю, но я стараюсь звонить хоть раз в полгода. И, кстати, надо позвонить. Меня завлекала больше эстрада. Я даже подрабатывала. И приглашали петь на какие-то праздники, корпоративы. Но на третьем курсе меня отправили от колледжа на конкурс «Дельфийские игры». И вот именно после этого конкурса я осознала, что все, академический вокал — это мое. Мне дают целевое место в Санкт-Петербургскую консерваторию. И я решаю зимой поехать на прослушивание Московской консерватории. Мне знакомые советуют, что очень хороший профессор Рудакова Лариса Борисовна. Я еду не на прослушивание. И у нас просто с первого же раза случается какая-то связь. Я звоню маме, говорю, мама, она, я нашла этого педагога. И я решаю, что я поеду поступать сама в Москву без целевого места. Иду на первое прослушивание и пролетаю. Меня не берут. Но, к счастью, меня взяли на подготовительный курс. Снова лето, прослушивание, и я снова не поступаю. И на третий год я поступаю. До сих пор я просто глажу стены, говорю, как любимая консерватория, какая ты красивая, спасибо тебе. Москву я обожаю. Я себя здесь чувствую комфортнее, чем в Иркутске или в Улан-Удэ. Очень часто конкурсы это такая вещь, когда ты не знаешь, что может случиться. После конкурса у меня жизнь, вот честно, перевернулась. Я отправляла заявку в последний день. И когда объявили результаты, я увидела свою фамилию, побежала быстро звонить Ларисе Борисовне, маме. И потом случилась у меня какая-то паника. Там же очень сложная программа, разнохарактерная. И мне стало так страшно, что петь. В первом туре я пела Моцарта, арию Аспази из оперы Митрида Царь Понтийский. Деницетти, арию Нарины из оперы Дон Паскуали. И Бернстайн, арию Кунигунде из оперетты Кандидо. А второй тур мы пели, получается, арии и народную песню акапелла без сопровождения. И сама атмосфера добрая. И когда меня взяли в финал, я думала, все, это победа. Мне дали дебют в Театре Станиславского универовича Данченко в опере «Всказки Гофмана» Афенбаха, партию Олимпии. Это кукла. И это, конечно, счастье. Действительно, уже по-взрослому. И это не последние наши проекты. Я хочу сказать Хибле Ливарсовне огромное спасибо, что вот она такая искренняя, такая чувственная. И вот она всегда поддерживает. Когда же в Питер, когда мы поехали, я очень сильно волновалась. И она мне сказала, не переживай, ты хорошо, прекрасно звучишь, все нормально. У меня чуть слезы не потекли. Я думаю, какой прекрасный человек. Я немного стесняюсь к ней подходить, но я смотрю на нее и восхищаюсь. Конечно же, я понимаю, что это мой хлеб, мой драгоценный инструмент. И я всегда его так влаживаю. Молодец, мы хорошо поработали. Всегда его как-то лелею. И самое главное для вокалиста, мне кажется, и все вокалисты это знают, что это сон. Надо спать. И я пью очень много воды. Когда ты поешь, ты разговариваешь со зрителем. Через оперу можно передать чувства. В любом языке можно понять все, что он певец говорит. То ли он страдает, то он плачет. Все это можно услышать через музыку. Самое главное — это всесторонне развиваться и верить в себя. Даже если руки опускаются, нужно идти вперед, петь и быть на сцене.